Если есть супер ноу-хау, давайте с радостью. Мы за то, чтобы было интересно. Хорошее предложение. Если бы сейчас реально все 100% знали, какие инструменты работают, какие нет, то можно было бы Нобелевскую премию выдать этому человеку. Сейчас время испытаний. Понятно. Тоня, жду от тебя обратный отчет. Задний фон, наверное, немножко. Коллеги, добрый день. Рад приветствовать вас на сегодняшнем эфире. Меня зовут Евгений Аднашин. Я занимаюсь развитием CRM-системы 1S салон красоты и 1S по салону. Сегодня в эфире мы будем приветствовать наших экспертов. Первое. Нателла Гришина. Это врач-косметолог, основатель студии красоты «Окситания». То есть опыт работы в сфере бьюти-бизнеса более 20 лет. То есть просто чемодан идей, инструментов и опыта, как работать в индустрии красоты. И второй наш эксперт – это Никитинка Оксана. Она руководитель B2B-продаж, то есть B2B-направления в компании «Аутентика». Она имеет огромный опыт стратегического консультирования салонов красоты. То есть если посчитать, в общем, сложить всю работу, то есть это 12 лет. Дамы, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, сегодняшний наш эфир, как обычно, ну и даже не то чтобы как обычно, да, мы все-таки стараемся сделать его максимально полезным. Поэтому сегодня будем рассказывать, обсуждать, какие инструменты применять сейчас в антикризисном управлении. Потому что действительно существует экономический кризис в стране, многие цены повысились, что-то сломалось, где-то нарушилось. Но мы продолжаем жить, у нас бизнес существует. Мы его открывали не для того, чтобы была просто вывеска, висела салон красоты, а для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. И вот сегодняшние наши коллеги поделятся опытом своим о том, что применять, как делать в текущей ситуации. От вас хочу, участники наших эфиров, друзья, те, кто слушает, те, кто только присоединились, прошу, задавайте вопросы. Постараемся любой вопрос ответить, а если не найдем даже, ну я думаю, мы после сможем вам найти на него ответ, кинем какую-нибудь ссылочку заветную. Или скажем, ребят, копать нужно там, потому что там верный путь. Возможно, но это не точно. Друзья, так вот, наверное, начнем с первого вопроса. Ну, давайте так, кризис есть. Все, мы уже свыклись о том, что сейчас есть некие проблемы. Первый вопрос хотел задать коллегам. Слушайте, а как вообще сейчас в салоне? Нателла, у вас как текущий действующий салон. Оксана, вы в целом-то по индустрии. Чего с продажами? Я вот знаю, так, давайте так, я знаю, что фитнес, фитнес, да, это тоже у нас сфера услуг, они за первый квартал сделали какие-то немыслимые продажи. Ну, то есть процентов 80 фитнес-клубов сделали большие продажи, прям такие планы там повыполняли. А что у вас происходит сейчас? Не вопрос, да, я могу начать. Ну, да, начнем с вас домой. Знаете, вот с февраля месяца какое-то такое волнообразное было течение и клиентов, и спрос на покупки, да, процедуры, косметики в нашем салоне, непосредственно я могу говорить, представляя нашу студию красоты. И сначала в феврале было такое немножко затишье, и люди немножко так это что-то ждали, чего-то наблюдали, смотрели, и даже был какой-то спад. Дальше, к концу февраля, к началу марта, я могу это на самом деле приурочить еще к 8 марта, потому что 8 марта никто не отменял, и все равно люди к 8 марта и за подарками приходят, и сами приводят себя в порядок. По-прежнему хочется быть красивой, быть в этот день особенной, поэтому, конечно, бум-продаж к 8 марту был. Это были подарки, это были процедуры, сертификаты, например, покупали на сейчас, ну, не секрет, что все начнут раздеваться весна, лето, и покупали большое количество депозитов именно на процедуры по коррекции фигуры. Это вот то, что сейчас прям очень востребовано, то, что по-прежнему дает хорошие обороты, хорошую возможность заработать в салоне красоты. Сезонность. То есть сезонность все равно присутствует в этом смысле, никто не отменял это. Вот. На какой-то момент, где-то к середине марта, когда тоже вот это скачки были с курсом евро туда-сюда, конечно, появилось, считывалось такое волнение у наших посетителей, у клиентов. Они спрашивали, а что будет с ценами, вообще, что будет с продукцией, а будут ли ввозить. То есть, ну, соответственно, они наблюдали мировую тенденцию новостей, как бы, и, соответственно, проецировали на нашу студию и спрашивали, а что будет, а как будет. И, соответственно, такой некий момент истерии присутствовал на какой-то момент, где-то в середине марта. И кто-то там закупал какие-то материалы с запасом, да, вот я, например, действующий специалист, помимо того, что я учитель бизнеса, да, я еще и с многолетним стажем врач-косметолог, и, соответственно, я могу сказать по себе, мои постоянные пациенты, которые много лет у меня обслуживались, Так получилось, что я работала, если говорить о моих процедурах, в сфере таких препаратов, которые относятся, как я сейчас понимаю, к роскоши. Что это значит? Просто есть две известные компании, которые на какой-то момент объявили, что они приостанавливают продажу в России. Две известные компании. Естественно, у клиентов это начало такое немножко истеричное поведение в том плане, а что делать и как быть. Потому что, если мы говорим сейчас о той продукции, про которую я говорю, это продукция не просто косметического характера, а такая инъекционная, серьезная. Это медицинские препараты, условно. А? Это медпрепараты, которые поставляют для косметологии. Да. И был такой бум интереса, а можно еще сделать. То есть все захотели вдруг в последний момент забежать в последний вагон, купить, более того, с запасом. И я могу вам сказать, что, кстати, телевидение тоже в этот момент активировалось. Я лично давала два интервью, там, ТВЦ и канал Мир над предметом того, а что же делать. Две крупные компании косметические официально заявили, что они приостанавливают торговлю. Очень известные косметические, там, я не буду называть, бренды, которые с рынка, как бы, вроде как, уходят. Вернуться, не вернуться, непонятно. И вот такая истерия была. И люди начали запасаться до того момента, пока, значит, ну, как бы, насколько это возможно. Запасов моих, насколько, хваталось, потому что компании приостановили отгрузку. Это, конечно, если говорить обо мне, повысило мой рейтинг, потому что клиенты поняли, что все это время я им предоставляла продукты роскоши. Потому что, как вы помните, да, нам стали угрожать и говорить, что в России перестанем поставлять продукты, которые относятся к предмету роскоши. Что, в принципе, в моем лице, как бы, в глазах моих клиентов повысило мою, как бы, популярность. И говорят, видите, я всегда предлагала вам качественные процедуры, качественный товар. Но я, в принципе, к тому моменту, не зная о том, что, как бы, нас ожидает, один из известных препаратов уже альтернативу нашла российского производства. И, более того, я его изучила на предмет состава. Я очень, как бы, глубоко вникая всегда в сырье, в сырьевой, как бы, продукт, который используется в том или ином препарате. И поняла, что это очень хороший сырьевой продукт, очень хороший производитель, известный российский производитель. Мои коллеги, которые стали применять в практику, сказали хорошие, ну, сказали о том, что хорошие результаты. И авторитетные люди, которые, ну, скажем, презентовали этот продукт, были, как бы, кованы для того, чтобы я попробовала. Еще раз говорю, это было в районе сентября. То есть, когда все было стабильно относительно, да, и ни о каком уходе с рынка каких-то зарубежных производителей, известных марок, и речи не шло. И я стала использовать, и, как бы, очень хорошо в практику у меня вошел. Не вся продукция, конечно, пока на сегодняшний день заместилась российским производителем, но тем не менее. Поэтому истерия была на какой-то момент. Люди запаслись, мои постоянные, в всяком случае, клиенты запаслись определенным запасом продукции. Хотя, я говорю, на всю жизнь не запасешься. Я говорю, успокойтесь, я думаю, что это не конец лета, и я думаю, что рынок кто-нибудь заметил. Ну, то есть, вы нивелировали фактически уход двух брендов, которыми вы раньше использовали, да. То есть, вы заместили его, частично заместили, так сказать, импортозамещение произошло. Да, выразимся термином, да, наиболее популярным сейчас. И фактически вы нивелировали вот эту вот разницу, и вроде бы как у вас все стабильно. Я слышал еще такую же штуку, буквально вот на днях читал о том, что с имплантами, да, то есть силиконовыми имплантами тоже там какая-то проблема. Какой-то был бум о том, все, кто до этого сомневался, уже не сомневаются, что надо ставить сейчас, потому что потом будут сложности с этим. Опять же, правда-неправда, это, ну, такая новостная штука была, ну, я думаю, что имеет место быть. Хорошо, апрель сейчас у вас как, вот начало апреля по отношению к прошлому году? Ну, не буду скрывать, что есть отток клиентов, и тут разные причины. Еще раз говорю, что, возможно, это такое немножечко зачищие люди в ожидательную позицию. Напаслись, скажем так, продукции, которые у них дома стоят, там, шампуни, кондиционеры, там, у меня в кабинете остались те фармпрепараты, которые я им буду инициировать, да. Какой-то косметикой запаслись, а прям запаслись, действительно, и немножечко такое, что касается процедуры, немножечко пореже они стали ходить, и по сравнению с прошлым годом снизилась оборот в апреле. Но, опять же, это, ну, сегодня как хочется, сегодня 12-е число, кстати, День космонавтики, поздравляю с праздником, да. Я надеюсь, что как-то еще картина поменяется, вот, но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом, конечно, это пока еще спад. Мы еще пока не идем, не опережаем даже те, как это должно быть, да, мы пока еще отстаем даже от прошлого года. Но я понимаю, мы, вот вчера как раз было собрание, периодически я понимаю, что нужно собираться как общим коллективом для того, чтобы, ну, как бы, атмосферу в коллективе поддерживать, подбадривать. Опять же, иногда бывают очень интересные идеи приходят от людей, которые, в принципе, не являются управленцами, да, а просто люди, которые в бизнесе, обычные мастера, обычные специалисты, у них появляются какие-то идеи по поводу каких-то акций, по поводу какого-то там привлечения дополнительно клиентов, повышения чека, да. Вот, например, сейчас я провела процедуру, сделала до того, как выйти в эфир, отпустила пациента, довела его до администратора, и там, соответственно, было еще продажа. Четыре или пять помад девушка купила, минеральная помада, просто у нас продается. Я к тому, что это приятно, что, ну, как бы, женщина все равно российская, я могу ее выделить, наверное, из всех, которые существуют на Земле, это, наверное, существо, которое никогда не откажется от возможности, ну, даже вот такими маленькими деталями, покупкой помад повысить себе какое-то настроение и количество эндорфинов в крови, это на самом деле нормально, кризис, не кризис, но все равно женщина найдет какие-то запасы для того, чтобы прийти и оставить у нас эти денежки, и мы поэтому очень благодарны. Это прекрасно. Слушайте, вот прям вообще супер, молодцы. Если так вкратце резюмирую, выше сказано, для тех просто, кто только подключился, Нателла сейчас рассказала, в принципе, свое видение, то есть, что у нее происходит по ее салону. Фактически год, как обычно, начинался волнообразно, то есть, стандартная сезонность увеличения потока людей к 8 марта, когда начали появляться новостная сводка о том, что какие-то бренды начинают уходить из страны, то есть, не будут больше поставлять, начинались пиковые загрузки по прям пик посещаемости на конкретные процедуры. Нателла нашла какое-то импортозамещение в своих материалах, которые используют, и в целом, ну, да, условно, не все. Ищет, ищет, но уже близка к нафинишной прямой. Я надеюсь, давайте так, все, пальчики скрестили, потому что это важно, это действительно важно, то есть, сырье должно быть, на чем работать. Соответственно, если это все будет здорово, то, значит, тогда продолжаем дальше двигаться. Хочу услышать, Оксан, скажите вы, что ваше видение по индустрии в целом? Что происходит? Как первый квартал? Ну, здесь действительно, я считаю, что давать какие-то прогнозы сейчас сложно, анализировать прошедший период тоже сейчас достаточно сложно, потому что мы также тоже наблюдаем с февраля вот этот вот панический, ничем не подкрепленный спрос на продукцию домашнего ухода, и это спрос как нам, как в компанию, да, так и от конечных клиентов. Здесь все абсолютно понятно и логично. Многие переживают, что повысятся цены, многие хотят купить по прежним ценам. Многие переживают за то, что продуктов больше не будет, да, потому что, опять же, информации на рынке много, и, наверное, нет сейчас тех компаний, которые бы полностью подтвердили и гарантировали присутствие бренда на рынке постоянно. Поэтому, конечно, клиентов был определенный спрос на продукцию домашнего ухода. С точки зрения спроса на услуги, здесь тоже все зависит очень сильно от самого предприятия, от того концепции, от того, как они действовали в текущей ситуации. Мы знаем прекрасно, что многие поднимали цены, кто-то старается цены удерживать, и вот эта вот ценовая политика салона предприятия, она, естественно, повлияла на спрос на услуги. В каких-то местах действительно клиенты хотели получить сразу и все. И здесь я там с Нотелло соглашусь, что с точки зрения косметологии, да, действительно, это важно. Там достаточно высокая стоимость услуг, и многие клиенты захотели побыстрее сделать эти дорогостоящие услуги, пока есть возможности, пока не поднялись цены в том случае, да, если их не скорректировали еще. Ну и плюс, если говорить про услуги салонного бизнеса, да, те ключевые услуги там в окрашивании, в маникюре, мы сейчас не видим спада, и наши партнеры салона также говорят о том, что какого-то резкого спада спроса на услуги они не видят. То есть клиенты продолжают ходить, но, опять же, я делаю акцент на том, что это все очень сильно зависит от ценовой политики непосредственно салонной предприятия. Да, действительно, там, где цены возросли сильно, многие владельцы бизнеса также видят о том, что клиенты могут отказываться от некоторых процедур. Но мы здесь не застрахованы, часть клиентов действительно может отказываться от более дорогостоящих процедур, искать аналоги, да, вот Нателла смогла найти и предложить аналоги. Слушайте, супер, супер. Слушайте, вот я понимал и понимаю, что действительно есть сезонность, она никуда не денется. Она в любое время, что бы ни происходило, есть услуга может оказываться, она будет оказываться. Просто да, действительно может быть спад по какому-то там количеству людей. Это то же самое, как, ну, 20-й год вообще сложно сравнивать, да, потому что, когда ничего не работало, и работало только красные и белые, да, к сожалению. Это уже неплохо. Кто-то начал разбираться в виноградниках Краснодарского края. Смотрите, какая ситуация происходит сейчас? Я знаю, что у нас, да, мы перестали, у нас проблема с рекламой. У меня вот вопрос, давайте перейдем сразу к делу. Чего делать, где искать сейчас новых клиентов? То есть стандартная реклама, которую мы использовали в, к сожалению, запрещенных наших социальных сетях, которые раньше мы использовали вовсю, сейчас нельзя использовать. Ну, все, там нет ни платной рекламы, никак невозможно. Вот чего сейчас, где искать-то новых клиентов? Что вы применяете? То есть, Натейла, что у вас сейчас, какие мысли по этому поводу? Оксана, чего? Ну, а вам, соответственно, в целом-то, что слышите там в отголосках отрасли? Натейла, да. Да, смотрите, я бы хотела, так как я понимаю, что мы сейчас ведем эфир для разного рода предпринимателей в плане, там, новичков или те, которые давно уже на рынке. И поэтому ситуация для игроков по-разному будет складываться сейчас. Если мы говорим о новых салонах, то есть стартаперы, которые вот так им посчастливилось, или не посчастливилось открыться вот в этот период времени, им будет сложнее. Потому что, если раньше механизм привлечения первичных клиентов, он был очевиден, и социальные сети действительно привлекали первичных клиентов, и рекламу настраивали, и с блогерами работали, и таким образом, ну, бизнес процветал. Это был единственный главный механизм привлечения в основном первичных клиентов, да, популярный во всяком случае. То сейчас им, конечно, будет сложновато. Им нужно будет сейчас щупать рынок, щупать возможность еще каким-то другим образом продвигать рекламу и привлекать первичных клиентов. И сейчас, если говорить даже о нас, да, так как мы тоже не пользуемся сейчас этими популярными, но запрещенными соцсетями, да, площадками не пользуемся, перешли в ранее существующие, как это сказать, я думала, что рудиментные, я думала, раньше площадки. Оказывается, нет, видите, вернулись вновь к старому. Вот, не знаю, возродятся ли эти площадки или нет, я надеюсь. Ну, так как у нас другого выхода нет, все-таки они, наверное, возродятся, как-то поменяются и как-то они изменятся, станут более какие-то интересные, популярные. Не знаю, будущее очень сложно прогнозировать. Но мы попытаемся дальше щупать Яндекс-карты и так далее, 2GIS, вот эти вот, в этих направлениях для привлечения первичных клиентов. Но дело в том, что у нас есть некий такой карт-бланш, мы все-таки более в этом смысле нам легче. У нас есть некая история бизнеса, у нас есть постоянная клиентская база. И вот про такую категорию бизнесменов, она тоже как бы существует, у них тоже отток клиентов по разным причинам есть, включая они уехали отдыхать на отдых, мы понимаем, да, вот в этот период. Ну, просто у них освободилось время, они отдыхают сейчас. И отток клиентов есть, и, соответственно, снизился оборот. Вот. И все равно нужно как-то повышать чек, как-то приходить к, как минимум, прошлогодним показателям по выручке и как бы поднимать еще выручку. И я понимаю, что сейчас наиболее правильно это работать с постоянной клиентской базой. Правильно это значит новые механизмы разрабатывать для, во-первых, вчера мы этот вопрос обсуждали как раз на собрании, по мотивации постоянных клиентов в плане расширения, во-первых, чека увеличения чека. И второй момент на предмет мотивации тех, знаете, сарафанное радио никто не отменял. Сарафанное радио это вообще, это самый главный инструмент вообще в любом бизнесе. Я с вами вот полностью согласен. Но он как бы старинный, до появления этих соцсетей это был старинный способ как бы на развитие. Я же говорю, мы опять вернулись к старым механизмам продвижения этого бизнеса на рынке. И надо же все равно его модифицировать. Он не должен быть просто такой там на лавочке с подружками, она о чем-то говорит. Какая мотивация? Реферальная система. Совершенно верно. Я считаю, что как бы всегда приятно, когда, например, какая-то приходит бонусная система. И желательно вот на сегодняшний день, чтобы это было, например, какая-то эквивалентная денежная, ну, какой-то там. Ну, бонус. Да, бонус. Это всегда приятно. И там капнула копеечка, здесь копеечка, тут копеечка. И у людей там накопились денежки. Она пошла и сделала, не знаю, суперокрашивание дорогое, там, аэртач, которое она не могла себе позволить. Потому что сейчас к ее кошельку прибавилась вот эта вот система мотивации, которую мы придумали. Кстати, видно вам? Что-то у меня как-то экран погас. Все, все, вы вообще, вы прекрасны, да. Поэтому мы думаем, я думаю, что вот такая система мотивации для того, чтобы люди могли использовать эти бонусы там на свое усмотрение, это всегда приятно. И в этом ничего такого нет. Знаете, как я всегда говорю своим специалистам, я на самом деле очень хороший продажник. Опять же, потому что я косметолог, а косметологи, на мой взгляд, но я сейчас могу, конечно, быть не объективной, лучшие продавцы. Почему? Потому что мы находимся в закрытом помещении, как вот сейчас я, нети, закрытая дверь, и, конечно, мы с клиентом наедине, и мы с ней разговариваем, естественно, о профессиональных каких-то моментах, которые ее беспокоят в отношении, вот я работаю по лицу в основном, да, лица. Но, тем не менее, она же со мной еще как бы делится какими-то своими, ну, наболевшими проблемами. Я знаю все, что ее волнует, и поэтому продать ей продукт очень несложно. А учитывая, что в моей студии представлены лучшие бренды, за этим я слежу. Я вот, к сожалению, или к счастью, но, например, к сожалению, моему для моего мужа, очень люблю предметы роскоши. И вот видите, вот в случае вот с данной ситуацией, ну, как бы нагрелось. Две компании приостановили торговлю. Теперь, дорогая, крутись, ищи что-то такое, что как минимум альтернатива будет и не хуже. Ну, это ладно, это как бы отступление. Так вот, я всегда своим специалистам говорю, ребят, продавать же несложно. Они мне говорят, да нет, Нателла, они вас слушают, они потому что ваши пациенты, они только у вас покупают. Я говорю, ребят, ну, хорошо, они у меня покупают косметику, потому что я профессионал назначаю, там, сыворотки, еще какие-то препараты для ухода за лицом. Но я же могу продать и расчески, и фены для укладок. Причем даже тех, которые не представлены у меня, известные бренды, которые я пользуюсь, я говорю, это супер вещь, у тебя это должно быть, я не слушаю. Я говорю, если вещь качественная, а у меня в студии представлены качественные продукты, то, ну, это удовольствие предложить своему клиенту, своему посетителю продукцию, которая у тебя представлена, и она классная. А я считаю, что, ну, я стараюсь предлагать продукции, которые хорошего качества, я это отслеживаю, честно вам скажу, для меня это важно. Потому что я считаю, что к своему, к своей внешности, это как к своему здоровью, ведь волосы, кожа, это тоже предмет, часть здоровья. И когда люди думают, что все равно, что нанесешь на лицо, или все, что нанесешь на кожу, что никакого системного воздействия на организм это не окажет, то это ошибка. Я так как врач понимаю, что есть системное воздействие средств, поэтому цена и качество, ну, иногда, как бы, бывает, что не соответствует, но все-таки всегда, как правило, такие критерии, которые рядом идут. Слушайте, вот, хорошо, так суть-то какая заключается в том, что, ну, вы провели собрание, вы всем объяснили, что нужно продавать. А, хорошо, кроме, кроме сарафанного радио и вот старых там соцсетей, которые сейчас запрещены, да, там тот же самый запрещенный Инстаграм, Фейсбук и прочее, вы же там ВКонтакте начали использовать, то есть, ну, вы бюджеты не урезали на рекламу, то есть, контексты прочие, то есть, Яндекс. На самом деле сейчас выделение бюджета, честно вам скажу, потому что сейчас мы немножко оглядываемся назад и смотрим, приглядываемся, разговариваем с коллегами. Я могу вам сказать, что я состою тоже в чате, многочисленные чаты после карантина у нас образовались, где руководители, мои коллеги обмениваемся каким-то опытом, какими-то знаниями. Значит, есть ассоциация поддержки красивого бизнеса, большая такая ассоциация известная с известным, как бы, модератором, который создал эту ассоциацию, там больше тысячи. Знаю, знаю, знаю. Знаете, про что говорю, да. И там, конечно, все это обсуждаем бесконечно, муссируем тему, а как привлечь клиента, а как продавать и так далее. Сейчас вот появилась даже такая интересная формулировка, как, подождите, как же, забыла слово, моно. В общем, моностудии сейчас, ну, немножечко просели по понятным причинам, да? Монобрендовые, монобрендовые организации, которые в каком-то одном, да. Или скорее монопрофильные, которые направлены на одну услугу. Именно потому что социальные сети сейчас, ну, как вы видите, трансформируются, знаете, как они принимают какую-то форму, во что они выльются, мы пока не понимаем. Но вот они больше всех, конечно, сейчас страдают. И мы это вот активно обсуждаем в чатах. И вот начинают делиться руководители, а вот это работает, а вот это не работает. На самом деле тоже очень ценно и очень полезно, когда люди, ну, скажем, инвестируют, пробуют, щупают. И ты, суммируя вот это топы, понимаешь, ага, вот это не работает, значит, знаете, как на чужие грабли наступаем. Ну, это я, как руководитель, предпочитаю такой способ работы, что вот как бы есть люди, которые уже что-то щупают и пробуют. Поэтому немножечко сейчас мы приостановили и смотрим. Мы работаем сейчас на, повторюсь, на постоянную клиентскую базу, предлагаем им какие-то акции, продаем им сертификаты, депозиты. Укрепляете, укрепляете костяк, так сказать. Костяк. Остов. И опять же, у нас, видите, не моностудия, а у нас именно широкого спектра. Я еще раз убедилась, что это, конечно, вот на сегодняшний правильное решение, по несколько лет назад, открыть именно комплекс услуг не моностудию, не просто какую-то вот услугу, а одну, потому что сейчас вот они как раз наиболее пострадали. Окей. Оксана, что скажете? Ну, здесь действительно ключевым принципом работы, наверное, любого предприятия в индустрии красоты, тем более в премиальном сегменте, является удержание клиентской базы, сохранение клиентов. Но мы все-таки рекомендуем не убирать совсем свое внимание от привлечения новых клиентов. Почему это важно? Потому что, опять же, ситуация нестабильная, клиенты могут сейчас мигрировать. Они могут сейчас искать новое место, да, опять же, по ряду разных причин. И для того, чтобы они обратили на вас внимание именно среди множества мест, все равно нужно сейчас вкладывать средства, да, насколько это позволяет возможности, в новые площадки, в продвижении, в поиск новых клиентов. Мы рекомендуем настоятельно и как можно быстрее уже даже вчера начинать изучать такие площадки, как, да, вот Нателла говорила про ВК, Телеграм. Он очень активно сейчас работает, и большинство, да, по всем аналитическим данным, очень много пользователей Инстаграма перешло в Телеграм. И там есть возможность давать коммуникацию своим конечным клиентам и рассказывать им про свое предприятие, про свои услуги, про свои преимущества и так далее. Такие площадки, как Яндекс.Дзен, которые только-только начинают развиваться, но это тоже те места, где можно рассказывать и давать суперценную информацию. Ну, и также есть возможность продвижения, рекламы и тому подобное. Поэтому мы рекомендуем все-таки обратить внимание на продвижение через новые площадки, обязательно изучать их. Сейчас очень много возможностей для изучения этих площадок, и уже сейчас есть обучающие ресурсы, курсы. Поэтому с нашей стороны рекомендация такая есть, и мы уже видим отдачу, положительную отдачу от наших партнеров, которые уже на этих площадках находятся и продвигают свои предприятия через них. Супер, спасибо. Двигаемся дальше. Смотрите, я хотел бы перейти к теме повышения цен на услуги, но у нас тут пришло два вопроса. Они очень интересные, я вот прям, надо их обсудить. Смотрите, мы сейчас обсуждаем, понятно, что где-то цены поднялись, где-то остались, это мы еще затронем, то есть кто на что поднимал, потому что тоже можно много говорить. Вопрос стоит о том, что если даже поднялись цены, что происходит с мотивацией сотрудников сейчас? То есть она изменилась или нет? Потому что я знаю бизнесы, где цены поднялись на услуги, но мотивация сотрудников осталась точно такая же. И там у сотрудников стоит вопрос, а почему ты поднял цены? Раньше я получал там 1% условно с 1000 рублей, а ты поднял цену в два раза, и я продолжаю получать условно не 1%, ну, те же самые там 10 рублей, да, с этой тысячи, да, причем многие собственники... Вы говорите про какую-то фиксированную, да? Ну, я условно говорю, что, к примеру, цены поднялись, но заработок сотрудников остался на том же уровне. Да, абсолютно верно. И вот здесь вопрос, какая сейчас, так как у нас есть два типа сотрудников, это администраторы и мастера, ну, в первую очередь касается мастеров, да, какая наиболее актуальная сейчас система мотивации? Давайте там представим, какой это у нас образный салон красоты, давайте с косметологией. Вот косметология у нас есть для мастера, для врача, какая наиболее актуальная сейчас будет система мотивации? Классический там процент плюс там за выход, за вычетом материалов, не за вычетом. И самое главное, на кого вешать вот эту затрату на скидку, которую мы предоставляем? И вообще делаем мы сейчас скидки. Первый вопрос, какая мотивация сейчас для сотрудника наиболее, ну, в текущей ситуации наиболее правильная? Может быть, может быть. Вот, Нателла, да, скажите ваше мнение. Ну, я расскажу про мою организацию. Я думаю, что, и я знаю, что многие пересматривают сейчас фонд оплаты труда по многим причинам. Поднимали они цены, не поднимали цены, от этого тоже зависит, как вообще калируется фонд оплаты труда. Если говорить обо мне и о мотивации, косметологи, есть косметологи-эстетисты, есть врачи, и тут немножко разная система, ну, как бы подсчета процента и так далее. Если говорить о врачах, мы всегда, ну, старались, скажем, не обижать эту категорию специалистов, потому что образование, которое они получали, и то, какой сервис они ответственные несут, мы всегда старались их мотивировать. Поэтому процент мы оставили тот же самый. Продажи, мы всегда с продажей имеются в сопутствующих товарах, для домашнего ухода у нас 10% всегда был. И мы вот думаем на самом деле сейчас пересмотреть эту систему. Управляющие как раз еще пока не додумали, скажем, эту, у меня просто есть управляющая, эту систему мотивации, потому что, например, она предложила, как у нее предыдущий опыт работы в других предприятиях, была система мотивации, начиная от 5%, потом 8,5-10%. Прогрессирующая процент, зависимость от выполнения. Это 10% и, ну, как бы, меня это устраивало до определенного времени. Сейчас, когда мы понимаем, что из-за курса евро себестоимость продукции повышается, маржинальность будет ниже, потому что мы не можем задирать сильно цены, покупательские способности людей по определенным причинам, всем известным, они все-таки не будут на какой-то период времени очень высокими. Соответственно, маржинальность будет снижена, то есть коэффициент, понимаете, о чем я говорю, да, что касается продукции. И поэтому специалисты, которые будут продавать данную продукцию, наверное, имеет смысл рассмотреть вот эту вот градацию, да, и повышение процента в зависимости от выручки, от продаж. Это что касается специалистов. Что касается администраторов. У них всегда и было, и есть определенный завыход, определенная ставка, что никогда не практикуется у моих специалистов-мастеров. То есть они только работали всегда на проценте. И администраторы еще получают тоже процент, 10% от выручки. То есть от оборота, вернее, от выручки, от продажи, имеется в виду. Есть определенная система выручки от, вернее, процента от общей выручки, да, от роста. Но вот еще раз говорю, сейчас в апреле мы пока еще даже прошлогодних, у нас есть небольшой спад, прошлогодних еще цифр не достигли. Будем смотреть, анализировать, что будет до конца апреля. И, соответственно, если мы перевыполним план прошлого года, то, конечно, система мотивации для администраторов будет. С учетом, давайте так, если не секрет, если не секрет, и некоммерческая тайна, при условии, что цены повысились на некоторые услуги, в любом случае, да, но тот же самый товар даже повысился, сотрудник будет сейчас у вас зарабатывать больше, или уровень останется тот же самый? Если сложно ответить, окей, мы опустим это. Нет, сложно ответить 100%. Еще раз говорю, такое ощущение, что у нас, на самом деле, знаете, история меняется каждый день. Вот каждый день не похож на предыдущий, да. Например, вчера у меня полная запись была во всем салоне, и правда, прямо битком был салон. Сегодня немножко как вот картина поменялась, да. У меня полная запись, ну, в принципе, я так и работаю всегда. А вот в других сейчас почему-то направлениях сегодня немножко просел. То есть нету вот этого вот. Я буду анализировать, думать, почему, что происходит, все равно. Поэтому сейчас такая вот аналитическая анализ того, что происходит, какие-то обзвоны клиентов, какая-то обратная связь необходима. Для того, чтобы вообще понимать и прогнозировать вообще. Покупательский спрос. Да. О чем вообще думает наш потребитель вообще, что его волнует. Потому что понятно, что приходя к нам и делая процедуры, они, конечно, общаются там с мастерами, о чем-то они делятся. Но, может быть, они говорят о каких-то таких вещах, которые вот нас как руководство, как бизнес, не информативно для нас. И поэтому вот я, например, постоянно, что-то не каждый день у меня планирует и с управляющей, и ЦУ, вот что нужно сделать. Она там под карандаш, нужно обзвонить, нужно там обратную связь, нужно придумать акции. И сейчас мы, конечно, вот еще, мы прям такие, знаете, как по зыбкому болоту. Ходим на ступами, боимся, что провалимся. Вот такое ощущение, что вот у нас так это пока. Нету такого, что ты четко понимаешь, вот сюда пойдешь и точно ты... Вот идем по тонкому льду и не знаем, где полыня. Да, да, совершенно верно. Можно сравнить так. Поэтому, но еще раз говорю, вот сейчас чем больше информации, тем лучше. Информация разная и от коллег, и от клиентов, потому что потребности их тоже важны. Нужно знать обратную связь. Я считаю, что вот сейчас важно предпринимателям, директорам, я не знаю, если у них есть на это время, как бы, да, обратную связь от той клиентской базы, которая приходит к ним и приносит. И много лет, например, приносили им деньги. Это тоже такой, знаете, такой важный момент, когда ты не только собираешь деньги, зарабатываешь на них, но и относишься к ним не потребительски, а как к людям, да, и взяв обратную связь. А что у вас, все ли вам понравилось, а как вы там, как ваши дела. То есть, ну, очень важно такие человеческие отношения поддерживать клиентской базы, потому что, понятно, что это бизнес, но наш бизнес красивый, он все равно отличается от любого другого типа производства автомобилей, там еще каких-то подшипников. Вы знаете, мне кажется, даже если производить подшипники, если ты будешь звонить своему основному покупателю и спрашивать, все ли тебе привезли хорошо, и устраивает ли круглые ли у тебя подшипники, как положено, да, безозубрин, он будет то же самое. Нателла, спасибо за комментарий. Я хочу очень Оксану услышать. У нее немножечко, да, другая есть история с, в общем, да, по рынку. Что делать с системой мотивации? Понятно, что процент, да, он никуда не девается. Что сейчас происходит? Какие у вас рекомендации есть? Ну, здесь, смотрите, я не буду давать четких рекомендаций, как мотивировать персонал, какой процент ставить. Это все, естественно, зависит от владельца бизнеса, от того, как сейчас складывается бизнес, от финансовых показателей, от задач и так далее, и тому подобное. Здесь, что рекомендуем мы сейчас, точно так же, как и надо удерживать существующую базу клиентов, с персоналом также надо работать. Надо удерживать персонал, и это 100% не первое, на чем надо экономить в текущей ситуации. Да, поэтому даже если как-то может меняться система мотивации в том случае, если зарплата персонала, да, их доход зависел от каких-то выполнений, каких-то показателей и целей конкретных, да, мы сейчас прекрасно понимаем, что ставить какие-то цели сейчас не самое лучшее время. Поэтому в этом случае, может быть, как-то можно пересматривать мотивацию. Но в любом случае таким образом, чтобы от этого персонал не страдал, чтобы, во-первых, им хотелось работать, им хотелось зарабатывать, им хотелось преодолевать этот период и идти дальше вместе с вами. Это суперважно. Ну и, соответственно, для того, чтобы не страдало качество услуг, которые они оказывают, и, соответственно, те клиенты, которые к вам приходят, тоже не видели этих каких-то изменений. Важно еще понимать, что мотивация бывает материальная, бывает и нематериальная. И это тоже сейчас то, над чем можно работать, вовлекать персонал в различные обсуждающие форматы, да, вот то, о чем говорил Нателло, собирать какие-то собрания, вовлекать их в процесс поиска новых решений для работы с клиентами, в процесс создания дополнительных услуг, дополнительного сервиса и так далее, тому подобное. То есть вовлекать их в создание стандартов сервиса, в разные моменты, где они могут чувствовать себя ценными, причастными к команде. Нужными, нужными. Нужными, да, нужными, важными, причастными к команде, и чтобы им хотелось быть вместе с вами, идти вместе с вами дальше. То есть это, знаете, как называть это? Совместное приготовление еды на кухне, да, вот, семьей. Например, лепка пельменей, да, вот, мне кажется, это вот. Сейчас пожали цветы весенние. Да, сейчас еще важно, как я уже говорила там, да, изучать новые платформы, но и мастерам тоже важно сейчас быть супергибкими, изучать новые бренды, новые техники, возможно, да, потому что ситуация действительно меняется на рынке, поэтому обращайте их внимание. Сейчас большое количество обучающих платформ, в том числе, да, у нас тоже есть большая обучающая академия, где можно пройти различные форматы обучения, не только связанные там с продажами, с услугами, но и те, которые помогают мастерам давать своим клиентам чуть больше, чем они дают в рамках стандартных услуг. Есть вопрос от Егора, второй вопрос, да, был по поводу расчета мотивации мастеру, то есть от выручки, то есть если предложить скидку, да, предложить скидку клиенту, то на кого повесить вот этот расход, вот эту затрату, на все-таки на сотрудника или повесить на салон? Вы знаете, Егор, можно я как бы тут отвечу? Мои коллеги скажут, ну, наверное, все зависит от вашей модели, то есть от конкретной себестоимости услуги. Если действительно положение сложное, понятно, что с точки зрения, наверное, салона возможностей больше, да, с точки зрения, у него финансовая подушка другая, нежели чем у мастера, то если это позволит заработать денег всем, то надо смотреть, где с минимальными затратами это выйдет. Хотя, если вот, Оксан, может, там и вы на Телос, да, скажите, то есть все-таки на кого вот эту вот скидку повесить? На сотрудника или на салон? Ну, понятно, что все зависит от себестоимости, особенностей, да, салона, там, себестоимости модели, финансовых показателей и прочего. Что у вас происходит? Ну, вкратце, вот буквально. Если можно, Евгений, Натал, простите, я начну. Я сразу просто хочу сказать о том, что мы, в принципе, в стандартной жизни, в обычной, не рекомендовали использовать какие-то скидки и промо-акции как инструмент удержания и привлечения клиентов. Поэтому здесь, в принципе, изначально, может быть, стоит подумать о том, чтобы сменить скидку на какую-то другую систему лояльности, которую мы сегодня обсуждали для клиентов. Поэтому мой комментарий будет здесь об этом. Окей. Тогда будет еще один вопрос сразу, да, Натал. Что скажете вы по поводу скидки, вот скидка клиенту, да, на кого упадет эта затрата? На мастера или на салон все-таки? Ну, вот смотрите, я с Оксаной согласна. Я вообще всегда была против всех этих систем скидок, как мотивации, да, для того, чтобы люди приходили и покупали. Основная мотивация – это должно быть профессионализм. И могу сказать вот в данном случае про мою студию, ну, потому что я уже так давно в этом бизнесе, и как акула могу, в принципе, прощупать мастера и понять, чем он дышит, и стоит ли вообще с ним завязывать какие-то отношения, как работодатель и наемный человек. Поэтому мотивация должна быть на то, чтобы клиент приходил на профессионала. Он понимал, что да, здесь дороже, но здесь отпустят качественную продукцию, про качественную услугу. Поэтому я всегда сама к себе так относилась, я бесконечно учусь. Сейчас я ординатор первого года по политической хирургии, представляете, да, помимо этого, да. Серьезно. Я знаю, что следующий, как бы, да, этап моего развития, человек не учится, он все равно деградирует. То есть в любой профессии должен быть, точка роста должна быть. Так вот, я всегда от специалистов требовала, что вы должны предлагать уникальное торговое предложение, так клиент никогда не изменит вам, он всегда будет приходить к вам. Но есть у нас система скидок, все равно это приятные подарки, такие, как, например, на день рождения 15% скидки. Но это всегда приятно, там, за неделю до, и он может прийти у нас, посетитель, сделать полный, а у нас полный спектр услуга в студии, полностью привести себя в порядок и маникюр, и волосы, и массаж, и там лицо. И, конечно, эта система скидок существует. Еще у нас есть система скидок, например, для первичного клиента, но для того, чтобы тоже мотивировать на первый приход. И вот если говорить о 15%, то это, наверное, постоянно клиентская база, и тут нагрузку несет салон. Если говорим о первичных клиентах, то я считаю, мы, когда открывались, когда начинали свой бизнес, это все ложилось на плечи предприятия, и мы всегда окупали, ну, как бы мы считали, что это же наша задача, это мы должны привлекать клиентов, покупать таким образом. А потом, знаете как, мы стали обращать внимание, что, ну, наверное, есть специалисты, которые, ну, понимают, для чего необходима вот эта система скидок для первичного клиента и почему нужно в этом участвовать. Они согласились со скидкой, что на них упадет. Ценность клиента повышается. Он понимает, что, во-первых, он заплатит, тоже участвует в покупке этого клиента, как бы с такой скидкой, это раз. Во-вторых, он, ну, постарается, чтобы этот клиент вернулся к нему и уже по полной стоимости отслужился. Поэтому вот система первичная, привлечение первичного клиента, она делится пополам на сегодняшний день. Это было не всегда. То есть, может быть, это произошло, наверное, лет пять назад, три-четыре, когда мы пересмотрели вот эту систему разделения скидки. Но еще раз говорю, я на сегодняшний день, ну, была против этих скидок, вот этого вот купи-купон и так далее. То есть для меня это, ну, как для самой, не система покупок всегда была. Особенно, еще раз говорю, ну, салон красоты, это же все равно тире здоровья. Мы покупаем не какое-нибудь платье или туфли, которые, ну, не подойдут, мы выкинем, да. Мы предлагаем услуги, которые так или иначе сопряжены со здоровьем. То же самое маникюр. Есть студии, где соблюдаются нормы септики, антисептики, и жестко соблюдаются все эти нормы Санпина, и человек, который приходит и видит, что организация действительно, ну, да, у них не очень низкие цены, но все этапы стерилизации, обработки, есть доверие, кредит доверия, и он выбирает ту, он как бы эту организацию, потому что он понимает, что, ну, угрозы здоровья, инфицироваться нет. То же самое касается косметологии. Это вообще индустрия, которая на сегодняшний день, там, есть и серый рынок, и это не секрет, да, и было, и есть, сейчас, я боюсь, он будет писать, к сожалению. Вот, но я думаю, что компании, которые, ну, мои коллеги, которые, ну, как раньше, в принципе, не прибегали к приобретению сомнительных товаров, и которые, в общем-то, отвечали за услугу, за качество услуг, которые они отпускают, они по-прежнему будут держать эту марку. Ну, да, может быть, финансово это как-то они там несут какие-то потери, но я думаю, через какое-то время, когда мы будем выгребать последствия после этого серого-черного непонятного рынка, непонятной контрафактной продукции, все эти клиенты снова вернутся к нам. И, ну, мы такие пациенты знаем, когда они изменяют, пробуют что-то. Ну, вот у меня тоже недавно, просто, если вы не допадут, позволите, пример такой приведу. Звонит моя пациентка и говорит, Нателла, срочно примите мою подругу, она приехала из Испании, там, вот как раз перед 8 марта это было. Ну, видно, приехала в Россию просто перед 8 марта. Где-то она там уколола губы, все ужасно, все криво, ей 9 марта уже уезжать. Это нужно все быстренько как-то исправить, потому что, ну, в Испании там еще попробуй найди все, чтобы это выявили, чтобы это еще было как бы премиемлемо по цене. И мне нужно было срочно как-то где-то реанимировать этого пациента и привести в порядок. И когда я с ней, ну, как бы проконтактировала, уже после моего рабочего дня, потому что это по просьбе было, это был, конечно, ужас, и она была, понимаете, перед 8 марта вот такая вот неприятность. Я говорю, где вы вообще наукололи? Ну, подешевле, где-то там на дому и так далее. И пришлось все это потом исправлять. Я понимаю, что эта пациентка сейчас, когда будет возвращаться в Россию, надо говорить, все, я больше никогда в жизни никому не буду ходить, буду только к вам ходить. Ну, это тот момент, который будет всегда. Серый рынок, он появится, подделки, контрафакт появится, на какое-то время, возможно, какой-то отток клиента на него, как бы, произойдет этот серый рынок. Они убедятся, что качество, которое они предлагают, не соответствует ожидаемым ожиданиям, и вернутся снова к нам. И мы снова, как бы, займем свое место в этом бизнесе. Понял. Давайте дальше. У меня есть еще ряд вопросов, очень таких серьезных. Слушайте, у нас, вот, что делать дальше с салонами? Ну, тут, Оксана, сейчас в первую очередь вам вопрос будет, да? Нателла, вы потом свою экспертную точку, ну, свое мнение, да, скажете. Какие у нас точки дальше развития салонного бизнеса? Что нам, куда смотреть, куда двигаться? Какая модель салона, наверное, сейчас наиболее будет устойчивая в текущей вот турбулентности, да, так назовем? В условиях турбулентности. Да, поняла вас. Ну, здесь, смотрите, Евгений, мы достаточно давно, как компания, существуем уже на рынке, и с условиями турбулентности уже сталкиваемся не в первый раз. Поэтому здесь, я думаю, что мы действительно понимаем, как будет себя сейчас вести сегмент премиум и бизнес-класса в индустрии красоты. Что важным и было, и остается сейчас, это в первую очередь самоидентификация предприятия, то есть понимание своей концепции, понимание того, какие уже есть сильные стороны, да, либо какие сильные стороны хотят создать, какие основные задачи, кто клиенты, какие ключевые услуги, чем салон отличается от других. Вот понимание этого, то есть определение концепции салона, сейчас как никогда играет, наверное, ключевую роль в создании, в определении дальнейшей стратегии развития салона. Потому что вот непосредственно от этой идеи будет все зависеть от того, на какие точки роста, наверное, даже в данной ситуации в текущей, правильнее будет сказать, на какие точки стабильности, необходимо обращать внимание. Очень важно сейчас оставаться верными своей концепции, верными своему направлению, потому что если вдруг вы свернете куда-то не туда, например, будете смотреть в сторону более демократичных брендов или в сторону, пытаясь сохранить стоимость услуг, искать какие-то другие продукты, которые будут влиять на качество услуг, здесь есть огромный риск потерять доверие своих клиентов, потерять лояльность клиентов, опять же, потерять качество услуг и так далее. Поэтому первое, о чем мы говорим сейчас, мы об этом говорили всегда, сейчас это прям суперважно, это самоидентифицироваться, определить концепцию салона красоты и также понять, в принципе, оценить, если мы говорим, что там в текущей ситуации нам делать, нам вообще надо изначально оценить текущую ситуацию. В этой текущей ситуации есть как факторы, с которыми мы уже сталкивались, и стратегии работы и выживания, с которыми у нас уже в принципе, у нас, я имею в виду, у индустрии красоты, уже сформировались. Я здесь говорю про непосредственно нашу экономическую нестабильность, повышение цены закупки материалов, повышение цены расхода и так далее. Все это уже было, мы уже с этим работали. Снижение платежеспособности клиентов, что влияет на текущую ситуацию, один из критерий в текущей ситуации. Тоже здесь понятно, что мы уже говорили об этом, что снижается средний чек, может снизиться частота визитов, возвращаемость клиентов и тому подобное. И то, с чем мы, наверное, сталкиваемся впервые, и та совокупность факторов, которые повлияли на сокращение выбора препаратов, продукции и на возможности бизнеса сейчас работать стабильно. Здесь я говорю про то, что тоже мы уже упоминали, многие бренды уходят с рынка, есть определенные ситуации с наличием, со стоком продукции. Действительно, компании сейчас гарантировать стабильность на стоках, к сожалению, не могут. Поэтому в этом случае, когда мы говорим про вот эту оценку ситуации, владельцам бизнеса также очень важно сейчас выбирать правильных партнеров, с кем они будут идти дальше. Выбирать не только какие-то бренды и продукты для работы, а непосредственно тех партнеров, надежных партнеров, для того, чтобы сохранить возможность обеспечить салоны продукции, сохранить возможность обеспечить продукции для оказания услуг в первую очередь, ну и, соответственно, сохранять возможность продолжать жизнедеятельность непосредственно предприятия. Поэтому мы уже тоже сегодня частично затрагивали этот момент, что несмотря на то, что у нас такая сейчас достаточно острая фаза, острая ситуация, в которой мы работаем, принцип развития для тех предприятий с определенной концепцией в премиум бизнес-сегменте, он сильно не меняется. Это и сохранение текущей базы, и предоставление качественных услуг, то, на что сейчас нужно делать особый упор. При этом, да, действительно, мы можем понимать, что... Ну, не можем, мы понимаем это. Действительно, рентабельность бизнеса сейчас может и будет снижаться, да. И это, в принципе, да, насколько можно говорить, текущей ситуации нормально. Мы, на самом деле, если, да, посмотреть чуть-чуть назад, рентабельность предприятий в индустрии красоты, она уже постепенно снижается достаточно давно. И, скорее всего, мы в перспективе, да, придем к тем показателям рентабельности, которые существуют на западных, на европейских рынках. Это порядка, там, 7%. Поэтому здесь, в этом случае, на это надо обращать внимание, но это не должно играть роли в том, когда мы определяем, какую стратегию развития выбрать сейчас. Слушайте, а вот если, вот, прошу прощения, да, если мы определились с нашим, кто мы и что мы, вопрос, а есть какие-то критерии, а правильно мы вообще в русле движемся? Может быть, мы сейчас выбрали, там, не знаю, у нас концепция в студии загара. Я условно говорю, да, я условно, или мы там делаем условно только стрижки, мы барберы, вот, например. И, а может, вообще сейчас барберы, как бы, да не, не вариант, ребят, типа, сейчас надо уходить в окрашивание. Вот критерии каких-то оценок, или сейчас популярность рекомендаций, направлений, какие точно будут использоваться, вот, там, в ближайшие, может быть, там, полгода-год? Евгений, тут сложно дать какой-то конкретный ответ, что это будут делать, а это делать не будут. Вот услуги в премиальном сегменте, в салонном бизнесе, они будут востребованы всегда. Тоже об этом же говорили много, и окрашивание, и загар, и маникюр, и косметологические услуги, они будут востребованы. Здесь важно правильно определить, если вы барбер, значит, усиливайтесь в этом направлении. Если, да, мы часто говорим, да, делим вот эти вот стратегии в условиях турбулентности, которые присутствуют сейчас на такие две дороги. Первое – это можно переждать, ну, не реагировать на изменения, там, смотреть, как будет происходить дальше. В розовых очках, типа, все хорошо. Или в розовых, да, или просто в темных очках. Наблюдать за изменениями и не предпринимать никаких активных действий, выжидая. Да, эта стратегия, возможно, она есть, но, к сожалению, или к счастью, это не путь развития для премиального бизнес-сегмента. Если мы говорим про премиальный, про бизнес-сегмент, а, опять же, да, повторюсь, это те предприятия, которые будут востребованы, услуги которых будут востребованы, то здесь стратегия для них должна быть под лозунгом «действовать», да, то есть здесь нужно усиливать свои сильные стороны. Если вы барбер, значит, усиливайтесь в этом направлении. При этом не просто продолжайте качественно оказывать те услуги, которые вы делали, но и давайте больше. Ищите те возможности, чтобы дать клиентам больше. Почему это важно? Потому что клиенты премиальных салонов, они будут продолжать ходить, будут потреблять услуги, но требовать они уже будут больше. Даже в случае, если цена услуги не изменилась, то ценность денег для них поменялась. И даже в случае, когда они будут платить за услугу столько же, сколько они платили до этого, требовать и ждать, да, ожидать они будут от этой услуги гораздо больше. Поэтому задача в этом случае конкретного, да, направления, уж барберов почему-то мы выбрали, повышать сильные услуги. Я же просто сказал вообще, слушайте, я салон... Ну, в любом случае, барберы, салон загара, маникюрная студия, клиника, салон полного спектра, важно определиться, самоидентифицироваться, повышать ценность услуги и давать больше. Качество услуг ни в коем случае не должно сейчас страдать, оно должно только расти и становиться лучше. Даже несмотря на то, что там вы стараетесь удерживать цены, или даже есть, тем более, да, если вы каким-то образом цены корректируете в сторону повышения. Если клиенты будут приходить и платить столько же, а качество сервиса снизится, то мы здесь говорим о том, что клиент может уйти в другой салон. Слушайте, ну это и в обычное время, когда нет никакого кризиса, да, если ты оказываешь... услуги сначала оказывал нормально, а потом стал хуже, ну к тебе маловероятно, что зайдут. Да, но здесь, Евгений, я говорю о том, что вы оказывали услуги хорошо, а сейчас нужно оказывать еще лучше. То есть выходить за рамки. Нателло, буквально два слова по поводу рекомендаций. Есть какие-то направления, будут, ну то есть прогнозируются, не прогнозируются, может какие-то направления точно, которые сейчас будут использоваться. Или как опровергнуть, либо наоборот сказать, Оксан, все верно, надо копать вот ту траншею, которую ты выбрал. Баберно. Да. Смотрите, я все-таки по-прежнему говорю о том, что существует сезонность процедур, да, это вот как бы всегда к лету будет сейчас процветать у нас процедуры, связанные с похудением, потому что все равно женщина следит за тем, как она выглядит с купальники на пляже, поэтому сейчас будет какой-то такой бум, больше, скорее всего, по коррекции фигуры. Если говорить в целом про тенденцию, я с Оксаной абсолютно согласна, потому что я, например, работаю очень давно и пережила уже несколько кризисов, и я могу сказать, что был период, например, до 2008 года, я могу вам сказать, знаете, как приходил клиент, я, ну мне так повезло или не повезло, он так включил, что я работала всегда в салонах премиум класса, и клиент приходил и говорил, что бы у вас купить, и он был действительно относительно касателен, да, ну там лишний, там, тысяча, но ушла там. После 2008 года, это первый, наверное, период времени, когда я лично стала наблюдать за тем, что клиент стал более требовательным после того кризиса, и он стал избирателен. Ему важно, что за ту цену, которую он покупает услугу, уже ему предлагали, а, качественный... Не одну штуку, а две, но только даже не две штуки, она должна быть как минимум чуть вот получше выглядеть, то есть качество услуги. Качественный товар, вот. Потом, если вы помните, после 2008-го появился бум с известными соцсетями, которые рекламировали те или другие процедуры, люди стали активно пользоваться интернетом, они стали еще более подкованы в плане оказываемых услуг, иногда, знаете, приходит пациент и говорит, а вот что вы знаете про вот эту процедуру? И я себя приучила к тому, что я должна работать на опережение. И вот когда я рассказываю, разговариваю со своими специалистами, я им говорю, ребят, вы должны всегда работать на опережение, вы не можете развести руки, к вам пришел посетитель и говорит, а вот что такое смарт-педитюр, а вы не знаете. Ну, это я сейчас привела пример просто. Что такое смарт-педитюр, а вы не знаете, то есть вы должны на опережение. То есть был следующий этап, это когда клиент, Он был платежеспособный, но он был проинформирован, поэтому он не покупал все, что ему предлагалось, а предлагал то, про что он прочитал, то, что ему хочется. Иногда, знаете, так, иногда, если, например, скажем, специалист менее уверенный в себе, можно было, клиент мог диктовать, а что он хочет. Ну, в моем случае это редко получается, потому что я врач, специалист, и мной сложно манипулировать. У нас одна минута, Наталла, вот вкратце, если можно. Я с радостью с вами еще один эфир проведу. Я с радостью, что сейчас вот эта тенденция на то, что люди будут платить, приходить все равно в салоны красоты, она сохранится. Кошелек их не увеличится на какой-то период времени, и они будут покупать ограниченное количество необходимых процедур. То есть закрасит седину, не знаю, сделает маникюр. Мужчины обязательно постригутся, если они не поменяют свой там имидж, да. А женщина, которая делала ботулотоксин, там, делала губы, она будет все равно приходить и делать, может быть, реже, но будет делать. Но при этом она будет требовательна. Если это качественная процедура, она будет требовать, чтобы это были хорошие, качественные продукты. И, грубо говоря, у нее не было аллергии от окрашивания корней. Она не захочет, чтобы после дешевого красителя у нее появился зуд, раздражение, и волосы там, я не знаю, превратились в мочалку. То есть она будет требовательна. Она будет выделять из семейного бюджета какую-то сумму на наши услуги, но она будет просить хорошие, качественные услуги. Поэтому сейчас нам нужно, я это уже делаю, рыть носом, смотреть какие-то продукции, как продукты, которые остались на рынке или вернутся на рынок, но при этом, чтобы они были, ну, мы могли себе позволить их использовать, не сильно повышая прайс. И при этом качество не должно пострадать. Самое главное. Можно я резюмирую? Вот вышесказанное. Слушайте, я услышал очень здравую мысль, она крутая. И вот это действительно путь. Потому что есть еще один вопрос очень срочный, да, то есть коллеги задали. Смотрите, то есть цены повысятся, понятно, окей. То есть на услугу цена повысится. Что-то повысится, что-то сильно, что-то нет. Есть такая прекрасная теория, есть такая теория о том, что эконом класс, вот давайте так, есть бизнес, да, эконом, средний и там премиум. Разделим вот на три. Премиум повышение цен не сильно заметит, ну и объективно. То есть он что раньше не заметил, что сейчас. Эконом повышение цен заметит, но там в рамках услуги она не сильно будет, ну, там все равно есть массовость продукта. Очень сильно пострадает бизнес, средний сегмент, который, колебания, они еще не ушли в премиум. Да, 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 конечно. И вот цены повысились, люди будут более требовательны к услуге, к качеству услуги, потому что так как они уже с количеством, вот кошелек не увеличился, да, он может даже уменьшиться, то чтобы потратить эту сумму, она не является первоочередной, это не здоровье, потому что, допустим, вылечить зубы важнее, чем нежели покрасить волосы, ну, объективно. Или купить еду, это важнее, чем нежели сделать стрижку, то вот качество услуги будет повышение, то есть качество, требование к качеству услуги будет выше гораздо. И самое главное нам вот соблюсти этот баланс и по возможности дать лучше, чем было в прошлый раз. Но надо будет держать эту планку и потом. Вопрос от одного из участников, буквально все, одну минуту. Для тех, кто сейчас открывается, потому что уже пути назад нет, все, салон, вот, знаете, должен стартануть. Где сейчас искать новых клиентов? Буквально по одной минуте скажите, Оксана, давайте начнем с вас, где искать клиентов? Евгений, все там же, где, о чем мы уже говорили, они все каналы, в принципе, доступны для всех. Искать клиентов можно через существующий канал развития, который мы уже упоминали, телеграм-канал. Очень много сейчас появляется новых площадок и возможностей. Я знаю, что с точки зрения Яндекс.Карт есть какие-то варианты, да, каким образом можно записаться на услугу сразу через Яндекс.Карты и так далее. Сейчас вот тем, кто открывается, сейчас, как никому другому, нужно побыстрее изучить, нырнуть во все эти каналы. Но, на самом деле, на рынке сейчас очень много СММ-специалистов, которые уже успели все это узнать и обратиться к профессионалам, не экономить на этом. И обратиться к профессионалам, это я имею в виду людей, которые занимаются пиаром, продвижением. И я думаю, что 100% они помогут им найти новых клиентов. Как мы уже говорили, новые клиенты, им есть откуда появиться. Понятно. Нателла, ваша буквально заметка, комментарий. Все то же самое, что сказала Оксана, и я еще, на самом деле, все-таки, систему мотивации. Ну, начните, вы уже собрали коллектив, начните мотивировать своих сотрудников. На привлечение, согласен, согласен. Каждый квадратный метр должен приносить нового клиента и зарабатывать деньги в салоне, неважно где. Нина, у меня есть просто еще вам такая рекомендация. Вы найдите Оксану в соцсетях где-то еще. У нас есть потрясающий телеграм-канал. Я обязательно поделюсь с вами, чтобы вы могли тем, кто задает вопросы, скинуть все ссылочки, все коды, пароли и явки. Отлично. То есть мы, по поводу, будет ли запись или нет, да, она будет на нашем YouTube-канале. Работаем, пока не закрыли до победного. Потом, в любом случае, телеграм-канал у нас есть у 11 салона красоты. Вот. И, соответственно, там будет информация размещена ссылочкой на компанию Оксаны. Коллеги, давайте резюмируем буквально вот вкратце, что у нас происходит сейчас. У нас есть неопределенность в стране. Курс скачет, цены будут болтаться. То есть цены могут повышаться, уменьшаться. Будут приходить новые бренды, уходить. Никуда от этого мы не денемся. Мы продолжаем рекомендации, наверное, да. Вот я такое аккумулирую то, что было сказано. Первое. Все равно мы не сидим на месте. Мы продолжаем дальше. Если вы уже существующий салон, вам нужно усилить компетенцию и вообще усилить сервис, повысить качество оказываемых услуг, улучшить все, что только можно улучшить, подкрутить, подвинтить все, что где только. Потому что кризис – это время возможностей, реально. Это время возможности перейти на другой уровень, просто вот стать наголу выше. Продолжаем оказывать услуги нашим клиентам. Если мы профессионалы в наращивании ногтей, мы должны быть этими профессионалами и дальше говорить о том, что мы здесь вот самый лучший, потому что у нас самый лучший сервис. Но не просто словом, а еще делом оказывать. Второй момент. Мы продолжаем искать наших клиентов, обязательно мотивируем всех, начиная от администратора, заканчивая, не знаю, там, соседом, да, соседнего офиса или там владельца здания на то, что за привлечение новых клиентов у нас хорошая реферальная система. Может быть, да, то есть реферальную систему никто не отменял, потому что порекомендовать другого клиента – это святое. То есть, знаете, как один довольный клиент приведет еще двух, да, а недовольный уведет десять. Так вот, давайте будем искать этих довольных клиентов, чтобы они привлекали новых. Работаем над рекламой, и если вы, не знаю, если вы открываете бизнес, и вы вообще в этом ничего не понимаете, я вам настоятельно рекомендую учиться. Потому что даже, пускай за вас делают эту рекламу другие специалисты, маркетологи, СММщики, таргетологи и прочее, но вы должны понимать хотя бы базовую часть, чтобы вы знали, что происходит на рынке. То есть, не надо быть в этом специалистом, надо просто понимать, знаете, как говорят, матчасть, надо учить. Без этого никуда. Соответственно, смотрим на рынок, анализируем свои услуги, считаем рентабельность. Обязательно нужно считать рентабельность, вести полноценный финансовый и складской учет. Складские остатки должны мы контролировать на каждом этапе, мы без этого не можем. Ввиду того, что сейчас стоимость товаров повышается, материалов бесконтрольно нельзя, ни в коем случае. То есть, это должно контролироваться. Да, Оксана. Я, Евгений, хотела добавить как раз вот в этом моменте, важно еще очень, мы почему-то не поговорили об этом, но важно оптимизировать сейчас меню услуг. Важно сейчас посмотреть на все те услуги, которые вы оказываете, оставить самые востребованные, самые высокомаржинальные. Это суперважно, потому что это поможет вам не тратить средства на лишние продукты и, соответственно, поможет вам сейчас зарабатывать то, на чем вы, в принципе, можете заработать. О, слушайте, то есть фактически оптимизация каталога предоставляемых услуг с целью сконцентрировать, опять же, рекламный бюджет, направить на эти услуги. Совершенно верно. И при этом просчитать, посмотреть еще раз по себестоимости, потому что в связи с изменением и коррекцией цен себестоимости разных брендов, разных продуктов, поставщиков, они менялись, соответственно, тоже по-разному. Поэтому обратить внимание на то, как изменились себестоимости, еще раз посмотреть, какая сейчас маржинальность с условием роста этих цен и оставить те процедуры, которые востребованы, которые позволяют вам заработать, соответственно, и удержать ваш персонал в том числе. Все вспоминаем, да, знаете, как до 2014 года все вели посредние, рассчитывали себестоимость, да, а сейчас, здравствуйте, коллеги, мы приходим в партионный учет. Мы начинаем изучать, что такое вспоминать FIFO, система расчета First In, First Out. Без этого никуда. Еще у нас там от коллег пришли вопросы, где обучаться услугам по премиум-сегменту. Дайте, пожалуйста, ссылки на школы. Мы по возможности разместим всю информацию, сейчас еще раз вопросы эти обсудим с экспертами и разместим обязательно на YouTube-канале, дадим какие-то ссылки, комментарии. Я уже говорил, прошу прощения, Евгений, на сайте Authentic.ru есть раздел Академии, там можно пройти обучение. Все, супер, супер. И, кстати, сегодня еще один момент. Я был вот на днях, я был в салоне красоты у своего мастера, да, я, знаете, чтобы не записаться, что нужно было сделать? Мне нужно было поставить VPN, зайти к ним в Instagram, найти ссылку на онлайн-запись и перейти. Друзья, мы начинаем, забыли про Instagram, вспоминаем о том, что у нас есть сайт и Яндекс.Карты, где еще можно найти быстро, без всяких лишних приложений, ссылочку на онлайн-запись, чтобы сократить время на запись. Вспоминаем, достаем сайты и продолжаем качать их, потому что без них мы никуда. Друзья, спасибо большое, Нателла, Оксана, спасибо большое за вашу экспертизу. Я думаю, мы никуда не денемся, весна у нас впереди, потому что погода только устаканилась, ну, по крайней мере, в центральном регионе. Люди будут приходить, они будут нуждаться в вашей красоте, то есть, чтобы становиться еще красивее, чем раньше. Будем двигаться дальше, будем вести эфиры. Я думаю, через месяц соберем еще один и посмотрим, как изменился наш мир, как изменилась отрасль, чем дышит и что нового происходит. Красота спасет мир, Евгений. Я согласен полностью. Знаете, как, не знаю, вот что пожелать, стоматологам желают спасибо за наши красивые улыбки. Ну, тогда вам спасибо за наши красивые прически. Взаимно. Нателла, спасибо большое вам тоже. Все будет хорошо, держимся, работаем, мучаемся и продолжаем дальше жить. Деваться некуда. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Хорошего дня вам всем. Взаимно. Спасибо. 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 Спасибо.